Здравствуйте! Это Хлебный край. Программа о заботах и достижениях агропромышленного комплекса Алтайского края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как это делать? Одним словом, существует огромное количество вопросов по поводу распоряжения земельными долями. И сегодня основные из этих вопросов мы зададим нашему эксперту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в студии адвокат-специалист по аграрным вопросам Екатерина Быстрова. Екатерина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите для начала, какие федеральные законы определяют право собственности на землю? Это федеральный закон и гражданский кодекс, федеральный закон об обороте земель сельхозназначения и земельный кодекс, которые постоянно претерпевают изменения. И в прошлом году очень сильно претерпели изменения именно в части санкций за ненадлежащее использование земли. Потому что земля сельхозназначения, она очень сильно подвергается истощению, если ее неправильно использовать. У нас сложилась в последнее время такая практика, что в землю сельхозназначения стали вкладывать как в капитал деньги просто и держать ее, чтобы вложили. И вот она стоит вроде. Есть у меня несколько гектар такой плодородной земли, и для меня это как мое накопление, ресурс. Вот эта позиция, она противоречит основам вообще агропромышленного всего комплекса, потому что земля должна работать, земля должна родить. Для того, чтобы земля родила, ее нужно правильно обрабатывать. Очень сильно сокращены сроки прокуратуры, природоохранная очень сильно следит за этим и изымает земельные участки у недобросовестных вот таких вот использователей земли. А вот скажите, ранее это был срок три года, после которого изымала земля. Сейчас эти сроки изменились? Знаете, ранее был срок три года, три года прошло, потом начинали анализировать, а сейчас начинают анализировать уже сразу, собирают информацию, уже после года уже начинают выставлять предписания. И уже изъятие происходит гораздо быстрее, чтобы она вся была задействована в обороте. Вы знаете, кроме собственников, которые просто вкладывают капитал в землю, есть люди, которые владеют долями, это еще вот начиная, наверное, с 90-х годов, когда вот история началась у нас наделение людей своей землей. Приватизацией. Да, процесс приватизации. Так вот, у этих владельцев наверняка ведь тоже есть какие-то проблемы свои по оформлению земель? У них проблема одна. У них есть доля, но у них нет земли. Вот вроде бы земля и есть, и выражается она в таком интересном слове балогектары, которые… Сколько-то балогектаров. Эти балогектары на самом деле именно и говорят о том, что это земельная доля, а никак не кусок земли. А каждый, кто хотел бы возделывать землю, он ее представляет себе не в балогектарах, а он представляет ее себе от колышка до колышка и представляет, что вот здесь я буду сеять, вот здесь я буду сажать. Так вот, чтобы из балогектаров превратить землю в определенную, размещенную на местности территорию, для этого нужно пройти некую процедуру. И процедуру эту проводят очень неправильно, либо ее боятся проводить, либо проводят неправильно, либо путаются. Есть ряд распространенных ошибок, о которых я хотела бы поговорить сегодня на нашей передаче. Например, такое очень распространенное заблуждение существует, что для того, чтобы мне выделить свою долю одну в натуре, вот я одна из трех тысяч дольщиков, я должна собрать общее собрание. Кто-то живет в одном городе, кто-то в другом, кто-то умер, кто-то вообще. Как я соберу общее собрание, вообще непонятно. И думаю, ну все, никогда я ее не выделю, эту долю. Так вот, на самом деле, это не требуется общее собрание. Это общее собрание, оно не обязательно в этой ситуации. Это ошибочное мнение. И надо сказать, что это вполне вообще справедливо. Если бы ради выделения каждой земельной доли в натуре проводить соответствующее собрание всех собственников, то тогда они будут ходить как на работу каждый день и за дня в день. И собрание собственников, вообще участников общей долевой собственности проводится, но только для обсуждения тех вопросов в повестке дня, на которые оно полномочено решать на основании статьи 14 Федерального закона об обороте земельского значения. Но вот одним из таких вопросов является определение местоположения части, находящегося в долевой собственности земельного участка, вот в границе которых первоочередное будет предоставление земли. Вот. Закон не наделяет общее собрание участников долевой собственности полномочиям принимать решение по вопросу выделения земельного участка в счет земельной доли. принадлежащей конкретному долщику и устанавливать определенные границы. Принимая подобные решения, общее собрание, оно как бы других участников ущемляет в правах. Вот. Статья 14 Федерального закона об обороте земельцев хозназначения определяет порядок владения, пользования и распоряжения. И надо сказать, что если прошло общее собрание и на нем так получилось, что вопрос о местоположении границ не был урегулирован, вот тогда подлежит публикации, извещению публикации данное местоположение. То есть указывается, вот конкретно указывается намерение, свое намерение выделить участок в таком-то вот объеме, в таких-то границах. И потом, если в течение 30 дней со дня надлежащего уведомления остальных сособственников о выделении земельного участка, от них не поступят обоснованные, подчеркиваю, обоснованные возражения относительно его местоположения, предложение о местоположении считается согласованным. Так, подождите, это значит, человек сам может определить местоположение участка? А он сам и определяет его, он его сам и определяет. Он идет к кадастровым инженерам, они составляют межевой план, они определяют местоположение, приносят этот межевой план на общее собрание. И, в общем-то, утверждение вот этих границ, оно и является согласованным, либо нет. И он просто делает… Вот собрание здесь общее, оно вообще не нужно. Он просто делает этот проект межевания и извещает остальных сособственников. 30 дней ждет. То есть вариант либо через публикацию в средствах массовой информации, либо на собрании, то есть два варианта… Нет, даже вариант на общем собрании, он отсутствует. Можно даже без общего собрания вообще. Здесь получается, общее собрание, оно утверждает общие границы земельного участка. У него другие, вот другие у него функции. Оно, если, например, уже утвердило общие границы, и этот участок, он входит в общие границы, то можно просто опубликовать и ждать 30 дней, и ждать возражений. Потом, когда поступают возражения, на них надо тоже посмотреть. Они должны быть обоснованными. А обоснованными они считаются, вот пункт 4 статьи 13 закона об обороте земельцевозназначения, например, если площадь выделяемого участка не соответствует предельным размерам и требованием к его месторасположению. Или выдел приводит к фрагментации земель хозяйства через полосицы, изломанности границ. То есть только вот при вот этих двух составляющих. А при отсутствии возражений проводится межевание, установление точных границ и для последующей постановки участка на кадастровый учет. То есть если, например, возражения поступили по каким-то другим вопросам, например, вот какие поступают в моей практике, очень часто бывают такие вопросы. Они взяли себе участок очень хороший. Они взяли себе слишком хороший участок, и нам, получается, достаются участки худшие. Федеральный закон об обороте земельцевозназначения на этот счет говорит следующее. Если вы полагаете, что какому-то дольщику достался лучший участок, то вы вправе потребовать компенсации с него, посчитав те убытки, которые вы понесли, выделяя свой участок. То есть все это рассчитывается. Естественно, невозможно здесь разделить поровну абсолютно разные по ландшафту земли, потому что они просто указаны в гектарах. Где-то там есть и через полосица, где-то есть и лесополосы, где-то и ровное красивое поле. И здесь законодатель тоже говорит о том, что ведь тот человек, который оформил межевание, не дешевая процедура, сделал, полностью определил, конечно, он берет хороший участок, но он и планирует на нем заниматься именно взращиванием культур, он и планирует его возделывать. Конечно, он вряд ли будет возделывать через полосицу и дороги. Так что вот тот, кто хочет этим заниматься, должны понимать, что роль все-таки собрания, она не так велика. Благодарю вас, что вы сегодня были у нас в студии. Всего доброго. Всего доброго. Пассивные площади в этом году на Алтае займут 5 миллионов 400 тысяч гектаров. Это уровень прошлого сезона. Яровой сев составит 4 миллиона 700 тысяч. Из них под пшеницей, как обычно, будет более 2 миллионов гектаров. Если говорить в целом о структуре пассивных площадей, то в нынешнем сезоне она обещает отличиться разнообразием культур. Это результаты последовательной диверсификации сельхозпроизводства. Что же планируют выращивать алтайские аграрии? Об этом в следующем сюжете. Готовность к пассивной в нынешнем году специалисты оценивают на высоком уровне. Многие хозяйства края семенами и ГСМ были обеспечены заблаговременно. Одна из главных причин – экономические успехи 2016 года. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 112%. При этом в объеме производства растений оц увеличилось на 25%. Стоимостного выражения – это 163 миллиарда рублей. Более 90% сельхозтоваропроизводителей по итогам 2016 года сработали с прибылью. Объем ее составил прибыли более 12 миллиардов рублей, что обеспечило рентабельность с учетом государственной поддержки около 26%. Так сельхозпроизводители, которые являются получателями господдержки, уплатили налогов и других обязательных платежей на сумму 6 миллиардов рублей. Возврат государству на каждый рубль субсидии составил почти 2 рубля. Годом ранее этот показатель был 1 рубль 40 копеек. Прирост очевиден – 32%. Полученные финансовые результаты позволили сформировать определенный запас прочности у сельхозтоваропроизводителей. Это было и по 2015 году, и по 2016. То есть такая более стабильная обстановка. Я скажу, что если раньше у нас в инвестиционной деятельности 70% инвестиций было за счет кредитных ресурсов и только 30% за собственные, то последние вот эти три года они изменили ситуацию. 70% наоборот корреляция поменялась. О многом говорят вложения крестьян в технику. В 2016 году хозяйство Советского района потратили почти 342 миллиона рублей на эти цели. Следом по инвестиционной активности, техническое перевооружение, идут Целинный и Косихинский районы. И такая тенденция сохраняется в большинстве территорий. Одним словом, сезон 2017 года алтайские аграрии начинают во всеоружии. Аграрные успехи Алтайского края были отмечены в апреле на коллегии Минсельхоза Российской Федерации. Отрадно, что сегодня на коллегии несколько раз по всем показателям край звучал как один из динамично развивающихся, с последовательной аграрной политикой. Мы уделяем большое внимание совместным усилиям по доведению мер господдержки и есть полная уверенность, что эти инструменты позволят аграриям Алтайского края стабильно добиться результата госпрограммы текущего года. Эксперты единодушны. Сельское хозяйство страны получило за последние годы беспрецедентную поддержку. Таковой еще не было в истории современной России. В 2016 году на реализацию госпрограммы было направлено 223 миллиарда рублей. При этом рекордные урожаи оказались выше некоторых индикативных показателей государственной программы развития сельского хозяйства. Мы уже видим продовольственную безопасность нашей страны за последнее время, причем очень существенно обеспечиваем себя и зерном, и картофелем, и сахаром, и растительным маслом, и мясом. Это 5 из 8 показателей дактрины продовольственной безопасности. При долгом прошлого года эта обеспеченность стала еще выше. Главная цель – сохранить позитивную динамику, которую образ демонстрируют все последние годы. Повысить конкретно способность отечественной продукции. Это важно как в случае снятия санкций, так и для освоения внешних рынков. Российский АБК переживает трансформацию. Если раньше мы говорили про импортное увеличение, то теперь на самом деле делают упор на увеличение экспорта. По итогам 2016 года объем продовольственного импорта снизился еще на 6% и составил 25 миллиардов долларов. Безусловно, эта цифра еще высока, но всего 5 лет назад россияне отдавали зарубежным фермерам более 40 миллиардов. И сегодня новый подход в государственной поддержке должен стать дополнительным стимулом для российских и в том числе алтайских крестьян. Из доклада главы правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева мы, представители аграрных регионов России, получили внятную, очень однозначную информацию о том, что политика государства по поддержке сельхозтоваропроизводителей, по социальному развитию села будет носить долговременный и стабильный характер. У нас есть все надежды на то, что аграрная отрасль при активной, очень системной, последовательной государственной поддержке будет развиваться в Алтайском крае. Темпами, надеюсь, как это происходило и в последние годы, более даже высокими, чем по России в целом. В этом году впервые произошла долгожданная дифференциация в государственной поддержке регионов. Благодаря этому ее лимит, например, для Алтайского края, возрос более чем в два раза. Регионы, где с очень стабильным и хорошим природно-климатическим фактором, не связанная поддержка вообще была отказана. Это такие, как Тамбов, Краснодар, Ставрополь, Ростов, Курск, Липец, Белгород. И там, где менее хорошие природно-климатические условия, были введены повышающие коэффициенты, в том числе и в Алтайском крае. Консолидация единой субсидии, из нескольких субсидий была собрана единая. Она у нас в этом году больше, если все субсидии собрать. Кроме того, теперь регионы сами должны решать, какие направления они будут поддерживать. Исходя из этого, на Алтае в этом году господдержка будет увеличена на животноводство. По мнению специалистов, хорошая рентабельность в растениеводстве компенсирует перераспределение субсидий. Этому должно способствовать введение всего оборот высокомаржинальных культур. Примером такого выбора может служить соя. По сои перспектива очень серьезная, если посчитать, то у нас по этому году одна из самых рентабельных, почти 98%. Нынче посевы сои в крае составят около 50 тысяч гектаров. В Алтайском минсельхозе уверены, что площадь этой культуры можно увеличить еще в два раза, чтобы обеспечить внутрирегиональную потребность. Сегодня все животноводческие комплексы, прежде всего в птицеводстве, закупают соевый шрот на Дальнем Востоке. Перед Алтайским неисельского хозяйства поставлена задача создать свой сорт с учетом короткого срока вегетации и высоким содержанием протеина. Особое место получило и производство круп. На фоне сокращения объема производства крупяной продукции в Сибири, в крае наблюдается уверенный рост объема его выпуска. За последние пять лет ее выработка увеличилась на 35%. Алтай вышел на первое место в стране, обогнал Краснодарский край, который постоянно лидировал. Сегодня регион занимает ключевые позиции в России по производству гречневой крупы. Это более 45% от российского рынка, осяновой крупы 42%, ячневая, перловая 25%, зерновых хлопьев 18%. Эксперты признают, что гречиха стала драйвером отрасли нашего региона. Сегодня под этой культурой занято 360 тысяч гектаров. Разумеется, интерес сельхозпроизводителей края к ней подогревала высокая цена. Все мы говорили, что это игра трейдеров и так далее. Может быть и это не исключено. Было. Но самый главный вопрос о том, что центральная Россия, особенно там, где у нас самые высокопродуктивные земли, это Краснодар, Ставрополь, Белгород, Тамбов, они стали помаленьку отказываться от гречихи. Вы видите, что на 450 гектаров практически центральная Россия уменьшила объемы. Там аграрии перешли на более маржинальные культуры – азимы, кукурузу. А образовавшуюся нишу постепенно начали занимать алтайские крестьяне. Однако в 2016 году рынок оказался насыщен, и цена в одночасье упала едва ли не в два раза. Впрочем, и 16-19 тысяч рублей за тонну дают рентабельность 100%. Тем не менее, падение маржинальности гречихи может негативно отразиться на экономике хозяйств Бийско-Чумышской зоны, где она стала чуть ли не монокультурой. Сегодня у нас Красногорский район и Салтонский район имеют, соответственно, 75,81% гречихи в структуре посевных площадей по району. Некоторые районы, Троицк, многие хозяйства, 50% хозяйства имеют в структуре посевных площадей и гречиху. То есть мы начали уже в прошлом году предупреждать, и сейчас на агрономических конференциях говорим, ребята, давайте проводить диверсикацию структуры посевных площадей. У вас есть такой набор прекрасный. Есть соя, есть, буду говорить, ниже рапс, лен масляничный, кукуруза на зерно. Рекордный урожай сахарной свеклы в прошлом году сыграл на руку свеклосеющим хозяйством края. Так хозяйство Комсомольское Павловского района, еще не подозревая об осенних успехах, решило увеличить площади. Мы увеличили площадь под сахарной свеклой, на данный момент 1200 гектаров будем сеять. Мало таких хозяйств, которые такой объем высевают. У нас в районе, допустим, три хозяйства, которые вот еще кроме сахарного завода занимаются сахарной свеклой. Только на дрожжированные семена хозяйство потратило в 2016 году более 10 миллионов рублей. Но рентабельность сладкого корня компенсировала все с лихвой. Между тем, в этом году эксперты рекомендуют отнестись к этой культуре более критично. Дело в том, что в прошлом году мировой рынок сахара оказался под влиянием засухи. Пока у нас, наше, так сказать, производство сахарной свеклы в России не доставало до внутренней потребности, наши цены российские, значит, они были намного выше, чем мировые. В последний сезон-два мы эту разницу преодолели. Россия стала практически самообеспеченной и даже получила некие излишки по сахару. И нам с вами дико повезло, что в этом сезоне на мировом рынке из-за засухи в нескольких ключевых странах-производителях цены на сахар в мире очень высокие. А вот выгодной специалисты называют кукурузу на зерно. Ценность культуры заключается в изготовлении высокопитательной пасты на корм животным. Ее рентабельность почти 80%. Большой всплеск произошел буквально последние два года. Начинали с 200 гектаров, в прошлом году было 2 600, в этом году 3,5, но сейчас речь идет уже о 4 тысячах гектарах кукуруза на зерно. Раньше на самом деле было очень сложно заниматься, потому что не было ранних сортов, гибридов, то есть, прошу прощения, не было. Сейчас они появились. Вот, пожалуй, такое разнообразие культур и способно создать хорошую подушку безопасности в любом сельскохозяйственном сезоне. Алтайская компания «Агроцентр» стала победителем в региональном этапе конкурса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на соискание национальной премии «Золотой Меркурии-2016». Работа компании отмечена дипломом «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства». Напомним, что «Агроцентр» выпускает широкий спектр сельхозтехники, и их высокопроизводительные пассивные комплексы востребованы не только в регионе, но и по всей России. О том, чем еще наполнена сельская жизнь региона в эти дни, расскажет журналист Краевой газеты «Алтайская правда» Кристина Ливер. Здравствуйте. Первый в стране курортно-аграрный кластер появится в Белокурихе, сообщает наша газета. Он включает в себя предприятия по производству мясной продукции, хлебобулочных изделий. Первые шаги к созданию кластера уже сделаны. В Солонешинском районе идет строительство животноводческого комплекса «Альпийские луга». На его территории будут выращивать мясные породы коров. В настоящее время куплено 60 головеев. Также здесь организуют комбинат по переработке мяса. Его главная задача – производство именно охлажденного мяса, которое затем начнет поступать в санатории курорта. Отметим, что развитие сельскохозяйственного направления обеспечит жителей ближайших районов новыми рабочими местами. Специалисты комплекса пройдут обучение на мясном производстве в немецком национальном районе и отправятся на стажировку в Германию. Сотрудничать с Монголией в развитии скотоводства предлагают ученые Алтайского государственного аграрного университета, пишет Константин Сомов. Ими разработана новая схема взаимодействия, которая предполагает создание совместного экономического кластера трансграничных территорий. По этой схеме, кроме основных производителей и переработчиков мяса, в кластере объединяются профильные научные институты, лаборатории. Создаются логистические центры, ветеринарно-санитарные службы. Выращивать скот предлагают Монголии, при этом обеспечивать его нашими алтайскими кормами. На этом у меня все. До встречи! По результатам финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятий Алтайского края за 2016 год составлен общий экономический рейтинг. Наиболее эффективными хозяйствами признаны Алтайский броллер Зонального района, Петропавловская ассоциация крестьянских хозяйств «Ануйская», Крестьянское хозяйство «Зайцево», Тюменцевского района. Рейтинговые места определялись на основе двух показателей – выручка от реализации продукции и услуг и воловая прибыль. При этом учитывалось развитие сельхозпредприятий животноводства как приоритетного направления развития сельского хозяйства Алтайского края. О личных трудовых успехах специалистов Алтайского агропрома далее в рубрике Сергея Маркова. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад нашей новой встрече и продолжаю знакомить вас с достойными людьми, которые составляют славу агропромышленного комплекса Алтайского края и у которых в эти дни свой собственный праздник – день рождения. 26 апреля поздравление с днём рождения принимал Николай Ильешенко, руководитель сельхозпредприятия «Дубровинска» Романовского района. Хозяйство под управлением Николая Ивановича ежегодно добивается хороших производственных показателей и в этом немалую роль играет слаженная работа всего коллектива. На этой же неделе день рождения был Ольги Морозовой, начальника отдела семеноводства Россельхозцентра по Алтайскому краю. Благодаря сотрудничеству сельхозпредприятий со специалистами этого отдела обеспечивается качественность семенного материала. Отдел под руководством Ольги Дмитриевны делает немало для снижения доли некондиционных семян. Для всех, кто в эти дни отмечает свой день рождения – в программе выступления алтайского коллектива. Ольга Морозова Ольга Морозова Ольга Морозова На этом программа завершена. Встретимся через неделю. Наш разговор будет вновь о тех, кто растит и производит продукты питания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok